Не дня без селфи, так считают молодые художники, авторы проекта Stories. Выставка стала отражением функции соцсетей. Еще одна фишка экспозиции – хэштеги вместо названий. Нынешние поколения Z или Generation Homeland, они растут уже в тот момент, когда интернет был всегда. А здесь скорее как влияет на какую-то культуру отношений, на взаимодействия людей, знающих хорошо друг друга в жизни реальной и оффлайн. Как это все существует сегодня в том времени, когда у нас есть интернет, социальные сети, истории и очень много того, что, казалось бы, людей разобщает. Теплые отношения людей одной профессии всегда интересно наблюдать. Александр Злотников, Мирослава Снегарь, Маргарита Джура, Дарья Пестерова вместе учились в Дальневосточном институте искусств и после выпуска их пути не разошлись. Они совместно ездят на Планейре, преподают в художественном колледже. Их истории сплелись в одну общую, рассказанную кистью на холсте. Современный мир, он очень сильно завязан на социальных сетях. И нашу выставку мы сделали с небольшой отсылкой на эту тему. То есть мы фиксировали себя, друг друга и какие-то моменты из жизни и переносили это на холсты. И, собственно, про это и выставка. Про нашу жизнь, про то, что нас волнует, впечатляет. Холст, масло, пейзажи, портреты. Больше полусотни работ написано специально к выставке. Есть картины, которые писали ребята вместе, вчетвером. Несмотря на то, что работы достаточно разнообразные, есть кое-что, что их объединяет. В данном случае эта собака – ветка. Она присутствует на полотнах каждого автора. Дело в том, что ветка жила вместе с художниками на Планейре и однажды спасла их от змеи. И таким образом художники решили отблагодарить ветку, вековечив ее в своем творчестве. Нужно чаще останавливаться и ценить на первый взгляд даже незначительные моменты жизни – главный посыл выставки. Художники считают, что необходимо благодарить жизнь за то, что она нам преподносит столько радостей. И тогда счастье чаще будет рядом. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.